ЖКХ нашего двора – проект, который разработан специально для удобства населения. Эта акция разрушила все стереотипы о чиновниках. Оказалось, они доступны, открыты для общения. И даже сами едут в гости к раменчанам. Вот такие мероприятия очень нужны. Мы, в общем-то, имеем широкие возможности получать информацию о житии, бытии нашего города, о проблемах существующих. И все же лучший способ получить эту информацию, когда глаза в глаза встречаешься с человеком, и он тебе рассказывает о своих пожеланиях, о своих предложениях и проблемах. С каким вопросом обратились сегодня? С вопросом были в подвале у нас текут трубы, вонища невозможна. Мы живем на первом этаже. И тополя, чтобы нам обрезали. Это невозможно, дышать нечем. Адрес назовите, пожалуйста. Свободой 9. Жители, да, уже подходили, уже задавали вопросы. В частности, вот сейчас был вопрос первый по поликлинике, все-таки РПКБ. Люди уважаемого возраста просят сделать там хоть какой-то кабинет дежурного терапевта, потому что физическим тяжело дойти до Крымской. В чем-то мы, конечно, передадим это обращение главврачу. Но из опыта работы депутатом и вообще обращением граждан подавляющее большинство вопросов – это вопросы ЖКХ. Это вопросы подвалов. Очень много вопросов по улице Свободы именно про мокрые подвалы. Граждане обращались. Будем надеяться, что с управляющими компаниями поработаем и решим этот вопрос. Они сегодня тоже здесь. Старшие по домам приглашены на эту встречу. Они могут задать вопросы лично и наметить план решения этих проблем. Эту мобильную школу полюбили все. Конечно, в первую очередь дети. Во время ее проведения прямо во дворе проводится развлекательная программа для них. Плюс ко всему, здесь каждого ребенка непременно угостят сладостями. А в самолете-то в целом штурвал облаков скормяет. И между облаков питает по самолетам, по горам. Что касается взрослых, то здесь не лишним вновь будет отметить следующее. На данное мероприятие люди приходят и приезжают специально. Посетить его может любой раменчанин, даже те, кто не проживает по месту проведения акции. В школе ЖКХ примут каждого. Проконсультируют, окажут содействие и выполнят просьбу. Ну, сейчас вот устраивают, благоустраивают наш дом. Хорошо будет, конечно. Крышу сделали, а то текло. В принципе, вот то, что это нас устраивает. А откуда вы узнали, что сегодня здесь будет день? Объявление везде висит. Благоустройство беспокоит. Вот дом 13 беспокоит наличие мусорного контейнера. Дом 15 благополучен. Дом 17 тоже беспокоит наличие бывшего рынка рядом. В общем-то, разные вопросы, но все это возможно решить. И мы это сделаем, я думаю, в ближайшее время. Это новый проект. Он создан прежде всего для удобства жителей Подмосковья. Понятно, каждый хочет найти решение тому, что его беспокоит. Но в целом, все равно я вижу отношения позитивные, настроение нормальное. Вот где-то более 10 лет мы с вами этот двор открывали. Хороший, благоустроенный. Проблемы в городе решаются по-крупному. Что касается текущих, но мы же настроены на то, чтобы их решать. Люди видят наши желания, желания и старания. И, в общем-то, критикуя, поругивая нас, но, мне кажется, с уважением относятся к нашим действиям. Поэтому есть взаимопонимание, взаимоуважение. Все вопросы сразу решить не получится. На решение отдельных обращений потребуется время. Тем не менее, школа ЖКХ экономит наше с вами время. Помимо выходных, прием в школе проводится и в будние дни, после 18 часов. Эти встречи любому депутату и человеку, работающему с людьми, дают очень многое. В первую очередь, понять, что беспокоит граждан, что мешает им комфортно жить и быть все время в хорошем настроении. Конечно, если от меня что-то зависит для того, чтобы нашим людям было комфортно и у них все было благополучно, в плане именно проживания в многоквартирных домах, конечно, хочется помочь и сделать все от меня зависящее. Тем, кто еще раздумывает, стоит ли посетить это мероприятие с волнующими вас вопросами, хочется сказать только одно – обязательно приходите. Только вместе мы сделаем нашу жизнь лучше. Ольга Скрябина, Елена Цыганова, Андрей Пластунов, Егор Кабанов для программы «Городские вести». Спасибо. 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 .